Год назад на этом месте произошло смертельное ДТП. Женщина превысила скорость и въехала в стоп, на котором был установлен видеорубеж. Автомобилистка погибла на месте. Для большинства это происшествие не послужило поучительным примером. Любителей быстрой езды меньше не стало. Однако деньги на новую камеру нашлись только через год. Стоимость оборудования составила порядка миллиона рублей. Всего в городе установлено 10 таких рубежей и 22 камеры. Разные причины ДТП. Но именно здесь ДТП произошло из-за превышения скоростного режима. Поэтому камера здесь, конечно, необходима. Пока сотрудники ГАИ борются с лихачами на объездной дороге, в самом центре Новокузнецка на одном из участков даже при большом желании невозможно было быстро проехать. В конце прошлой недели здесь попросту провалился асфальт. Обычным ямочным ремонтом, увы, не обойтись. Чтобы выяснить причину, пришлось проводить на этом месте раскопки. Оказывается, все дело в канализации. Подземные трубы обветшали и протекают. Из-за этого проседает грунт. Тут не то, что ездить, даже ходить опасно. Движение здесь будет закрыто до тех пор, пока не завершится ремонт. «Принято решение, что перекладывать всю эту канализацию по новому формату, то есть, как положено делать. Мы же не один день живем, это именно необходимо делать. Придется потерпеть, потому что это примерно до ноября затянется». Дороги на Илинке давно заслужили печальную славу. Буквально вчера пышными торжествами после капитального ремонта открыли аварийно-опасный участок на улице Косыгина. Тем же вечером там сбили пешехода. В то время как власть пытается решить проблемы автомобилистов, сами водители создают новые. Выходит, до тех пор, пока они не осознают, что личная безопасность в их собственных руках, дисциплины на дорогах не будет. Мария Пономарёва, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города.